Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня у нас в редакции известный брянский юрист и общественный деятель Сергей Маслов. Мы с ним сегодня обсудим наиболее важные темы в жизни города и не только, которые произошли в ближайшее время. Слово Сергея. Добрый день. Вот просматриваешь ролики, которые есть в средствах массовой информации, особенно брянские, брянская газета, брянский объектив, брянск-тудэй и так далее и тому подобное. И уже посмотрел, сколько там прошлись по мне конкретно, как юрист Маслов, который якобы представлял интересы Эд Тюлина, который отбывает наказание, сегодня уже находится на свободе. И Коломейцева, который как бы был в бегах, и Тарабукина, которого как бы привлекали к административной ответственности. И вот, как сейчас пишут, что из Куприянова Маслов был, а у Куприянова находится в следственном изоляторе. Просматривая эти странички, и заходя так вот периодически, вот я знаю, что Тарабукина, Олег Викторовича, арбитражные дела были связаны с заявлениями у Брянской областной ветеринарии управления, тяжбы привлечения к ответственности, якобы, как отдельные товарищи пишут в интернете, за тухлые сыры, которые он продает, или якобы там какая-то мадам написавшая заявление, съевшая все то, что якобы у него купила, и почувствовав кислинку, суд, арбитражный Брянский наш областной, отказал в заявлениях данных товарища удовлетворения, и получается, ищем образом, вот те делодвижения, которые были сделаны в ветеринарии, они незаконны. Следовательно, Олег Викторович имеет полное право сегодня предъявить к ним, в том числе и материальное, возмещение материального ущерба. Но что характерно, Владимир Владимирович, были в судебном заседании, Советский районный суд, рассматривая административное дело по заявлению того же начальника управления, привлекли тебя к административной ответственности. А за что ты бился? Что сегодня Брянский арбитражный суд областной признал действия начальника управления вообще в ветеринарии по отношению к Тарабукину незаконными? Ну там, кстати, даже два дела и два разных судьи отказали в исках управления ветеринарией, потому что раньше я уже выкладывал документ, а именно вот это письмо якобы гражданке, которая жаловалась, выяснилось, что по месту нахождения этой гражданки детский садик находится. Это официальный ответ в рамках суда. То есть получается так, что у нас управление ветеринарией, как я и предполагал, и тогда в этих видео озвучивал эти предположения, они на основе фальшивого подметного письма получили в прокуратуре разрешение, попутно, как мы предполагаем, введя в заблуждение прокуратуру разрешение на проверки, и потом пытались всеми силами доказать, что Тарабукин тут чуть ли не травит весь город. Хотя ни одного недовольного не нашлось. Я вот не согласен с тем, что прокуратуру ввели в заблуждение. У прокуратуры надзирающие органы, дающие согласие на теленные проверки. Что мешало прокуратуре проверить то, что проверил суд? Хотя бы, хотя бы проверить заявление, заявительность так называемой не существует. Что мешало? Ничего. Ведь и ветеринария знала, что это анонимка. Знала? Знала. И что в итоге? Что в итоге? Дало добро, и Тарабукина стали проверять. У Олега Викторовича, насколько мне известно, он находился в больнице, был гипотетический криз после всего этого. Ну, здесь еще, кстати, вопрос о роли журналистов. То есть, не дожидаясь ни решения суда, ну, конечно, не всех, а, скажем, Брянская губерния отметилась, там, Брянский рабочий только что на днях написал, что Тарабукин торгующий, там, просроченными, там, это самое. Вот у меня вопрос, как вообще, не хочет никто из этих журналистов для начала, скажем, в досудебном порядке, просто извиниться и написать, вот завывания эти были жуткие, от губернии, где чуть ли там не... Ну, я все скажу. Вот если только Олег Викторович сочтет нужным подать соответствующее заявление о защите чести, достоинстве дела и репутации, приложить судебные акты, то средства массовой информации, которые его обвиняли в том, чего нет, не поздоровятся. Будут платить. Будут. Так он еще имеет полное право подать еще на ветеринаре возмещением и убытков, причиненных неправомерными действиями дополнительно. А в порядке статьи 15 и 16 Гражданского кодекса в качестве, в данном случае, ответчика, то будет у нас два ведомства. Правительство Брянской области и управление в технологии. Почему, допустим, правительство Брянской области? Потому что являются собственниками данного предприятия. ГУП Брянского управления ветеринарией. И вот теперь получается, что у нас... Нет, я сейчас закончу мысль. И вот выходит, заказничком попахивает. Заказничком попахивает отношение Тарабукина. Уже это выяснилось в судебном заседании. Коль был отказан в выиске, коль был уставлен анонимщик. Ведь кто-то в управлении эту анонимку принимал, не проверял, потом дальше бежит к прокурору, цепочка замыкается, предает законности данным действиям. После этого соответствующего разрешения только вот судьи говорят, дайте нам, пожалуйста, это заявление. Дали. Выяснили. Нет такого человека. И там не проживает по этому адресу. И вот вся эта цепочка, и потом идет информационная поддержка всех СМИ, которые имеют отношение к правительству Брянской области. Вот она, цепочка. У нас получилось одно заказное дело. Точно так же в отношении Коломейцева такое же дело. Опять же, этот писк, еще неизвестно, как там посчитают, как это все-то закончится по Коломейцеву. Очень большие сомнения есть. По Куприянову вот сейчас такая сенсация. Раструбили. 159-е, мошенничество, час 4-е. Ну, возникает вопрос. Он работал в общей сграничной ответственностью Мэтт Лайф. Да, была должность, но должность его не связана ни с получением денег, ни с хозяйственной деятельностью он не вел. На работу не принимал. Власть, административных функций у него не было. И следствие сегодня, чтобы вот как-то всех позапутать, то, что касается Куприянов. Понимаете, только по Куприянову прошлись. Везде в СМИ. Брянская губерния, Брянс Тудей, все прошлись по Куприянову. До единого. И возникает вопрос. Если только вот такая вот шумиха пошла, и только одна персональя Куприянов находится в медийном пространстве, чтобы на него не катить влюблено, значит, имеет место быть за кознячок. Ну, а, кстати, я выкладывал и выписку из государственного реестра юридических лиц, где там есть конкретный собственник у Медлайфа, и где есть конкретный генеральный директор. Куприянов там тоже не руководитель, не собственник, он просто наемный сотрудник. И при этом я выложил уже документы нескольких ведомств наших, конкретно Департамента здравоохранения, который по моим жалобам осуществлял проверку, они заверили, что там полностью он соответствует лицензионным требованиям, и никаких нарушений не нашли. Дальше Росздравнадзор тоже самое проверили, тоже как бы возникает вопрос, вообще у нас кто, либо надо тогда брать сейчас руководство этой клиники, если действительно имело место мошенничество, значит надо брать руководителя клиники, ну кого, кто собственно говоря несет ответственность, надо брать чиновников, которые выдавали лицензию ей, значит надо брать тех чиновников, которые проверяли соблюдение лицензионных требований, и вообще вот Росздравнадзор сделал проверку, почему они не нашли там никаких нарушений. Ну, здесь и какой вопрос вот стоит, если предъявляют мошенничество, то по диспозиции статьи 159 части 1 мошенничество это хищение чужого имущества путем злоупотребления обманом либо доверием. Понятие хищения дано в примечании к статье 158 Уголовного кодекса, где указано, что хищение это безвозмездное изъятие чужого имущества в корыстных целях. Да? Есть соответствующее постановление пленуму Верховного суда по мошенничеству там по взяткам по всему остальному да? Вот как бы расписывается. И если есть возмездность если нет корысти то в данном случае состава преступления предусмотренного 159 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации нет. Но мы имеем отношение между гражданином и юрлицом ООО Медлайф при этом право подписи имеют действие без доверенности только генеральный директор и может доверить полномочия тому или иному лицу на совершение допустим той или иной сделки при наличии доверенности. Куприянов договора не заключал доверенности и полномочия. какие-либо деньги от граждан не получал и граждане были готовы и могут к этому в соответствии законной защите прав потребителей с одной стороны и гражданским кодексом с другой стороны данные договора расторгнуть это сделки относятся к возмездным и с каждой стороны в праве в любой момент эти договора расторгнуть. и выплатить денежные средства которые были как бы заплачены и как бы не оказаны были услуги но при этом тот кто заключал договор должен представить соответствующие документы что ему эти услуги не оказывались ведь насколько мне известно граждане уже обращались в суды общей резидикции и было им отказано в расторжении данного договора и поэтому отдельные товарищи пошли уже как бы по уголовным делам но состава преступления предусмотрено не субъективной стороны не объективной стороны не субъекта преступления нет просто нет и вот сегодня вот эта травля которая сейчас в отношении Куприяна она связана с тем чтобы сломать его чтобы в дальнейшем этого не было но и обращаем внимание другое ведь Куприянов же Куприянов он же ездил накануне его как бы задержания по 91 статье уголовно-проксуального кодекса ездил в пресс-центр службы новостей российской федерации и давал турнию с участием Молынской был Болынец с участием Федорова Амирашвили ну что там они поднимали вопросы прилетали в центр Трубчевский интернат психиатрический и ведь Куприянов денег-то собственно не брал за что он бился за то чтобы не погибали дети в прентальном центре за то чтобы выяснили причины ведь и матеря которые сегодня потеряли своих детей ведь как бы потерпевшие хоть их с каким-то уже наплывом и с их наплывом каким-то жестким наездом признали все-таки потерпевшими но дальше действия не идет не идут действия не идут и я так полагаю вот сейчас следствие все эти вопросы заминает а сегодняшний вопрос связанный с Куприяновым его задерживают проводят опыск 48 часов находятся в изоляторе временного содержания потом ходитайство появляется без предъявления ему обвинения только постановление о признании подозреваемым отправляется в СИЗО только вчера ему предъявили обвинение и мало того сегодня прокуратура выведя следствие даже скажем на всем месте если я так понимаю и полагаю призывают народ подавать заявление подавайте заявление приносите к нам что же заблуждение это ребят водите вы их всех пусть граждане обращаются в суд общей юрисдикции расторгают договора наказание медицинских услуг и на банковское финансирование два договора должны быть расторгнуты должны доказать что услуги мне были оказываны получите свои деньги в чем вопрос-то где здесь состав преступления по 159 и поэтому действительно конечно клиника вела себя скажем с точки зрения рекламы отвратительно за рекламу ее никто не посчитал нужным наказывать и искали все возможности в том числе чтобы вот мое впечатление у меня достаточно число их писем лежит они искали возможность не наказать клинику за рекламу одно дело наказать за агрессивную рекламу другое дело если есть претензии по договорам их расторгнуть или признать некачественными услугами а третье дело это уголовная статья как бы и при том против лица которая никакими функциями там не обладал и ни собственник и ни учредитель и ни директор и ни руководитель и не имел возможности распоряжаться финансами вот тут в общем-то напрашивается вывод один что явно его наказывают не за то что происходит в этом медлайфе кстати медлайф работает сейчас да работает ведет прием граждан все продолжается то есть получается ну и кстати граждане я так понимаю некоторые они тоже почуяв возможность в общем-то под шумок за те средства за которые они хотели там красивой жизни и вечной молодости их вернуть вот и в надежде решили тоже ну я хочу сказать следующее многие обмануты я хочу сказать следующее ведь там еще один подводный камень есть граждане вправе заявлять в рамках уголовного дела гражданский иск гражданский иск заявить в рамках уголовного дела это очень интересная вещь получается если они заявляют гражданский иск то они должны расторгнуть договора наказания медицинских услуг да? да но без расторжения данных договоров невозможно перейти никакому уголовному делу это гражданское правоотношение ну в общем-то это никого не волнует и Куприянов продолжает сидеть и следовательно вот в этой части то что касается Куприянов я так полагаю основная задача это сломать человека поместить его в места лишения скажем свободы имеется ввиду ограничить в изоляторе там же ведь еще есть и камерная агентура которая может по ушам катать и по-другому не назову и говорят что-то там ты пойми там все доказать там оперативная съемка если это все есть это все есть но это другой еще вопрос немаловажно то что поднимает все наследственные камеры даже не понимают что они делают если сегодня будут осуждены лица за диагноз который поставили тем или иным товарищам которые обращались к пациентам тогда у нас сегодня полбрянска можно будет врачей пересажать тогда никто диагнозы вообще ставить не будет идите куда хотите делайте что хотите ну и кстати что интересно в данном случае но что были какие-то там серьезные последствия для здоровья там я не говорю что кто-то умер там не дай бог или еще что-то подобное случилось хотя бы там ну ну нет рецидива нет рецидива я другое хочу сказать ведь врачи ставят диагноз прокуратура ставит тоже диагноз и следственный комитет ставит допустим следственные органы ставят диагноз в виде постановления возбуждения выгомлуж deных либо откази тоже диагноз А кто за эти диагнозы будет нести ответственность в случае привлечения человека к незаконной уголовной ответственности? Кто будет нести даже по Тарабукину Олегу Викторовичу ответственность? Ну, человеку, в принципе, уже сколько, полгода разрушили бизнес, отправили в больницу. И теперь еще непонятно, каким образом это все восстанавливать. А в принципе, получается абсолютно незаслуженно и без малейшего повода. Я хочу сказать, что у нас есть законы в этом обществе, которые приняты и существуют. Ими нужно руководствоваться. Если кто-то в каких-то своих угодных целях закончик переступает разочек, а у нас уже, судя по хронологии, уже не раз переступили закон, то нужно вводить ответственность за это. Если в рамках, допустим, уголовного права предусмотрена компенсация, точно так же, как компенсация предусмотрена и подминистративным делам, ответственность органов, Вы понимаете, Катерин Александрович, получается, что гражданину возмещают ущерб, и по уголовке подминистративки возмещают, типа казначейства, потому что это бюджетное учреждение. А персонали? За ложный донос? Ведь по большому счету, что сделал начальник управления ветеринарии? В отношении Тарабукина ложный донос. Ну, в отношении меня, как я считаю. И в отношении тебя ложный донос, а в отношении Тарабукина ложный донос. Два. И помнишь, вот был процесс судебный, что начальник управления отказался давать показания, как свидетель по административному делу в судебном заседании. Тоже одна статья в Уголовном кодексе. Тоже. И получается так, что беззаконие порождает нарушение законов и преступления. Кто за это будет отвечать? Ведь у нас сегодня в Брянской области практика сложилась. Нарушили закон чиновники в угоду себе, защищая свои интересы, и ответственности нет. Никого же не сняли, никого же не наказали.